Здравствуйте, дорогие зрители Робинзона! Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. Есть книги, которые живут на специальной полке у компа. А бывает, их можно встретить где угодно – на кухне, на подоконнике или даже под подушкой. Книги, к которым мы обращаемся в любое время, открываем на любой странице. В чем их загадка? Почему они нас не отпускают? Прямо сейчас узнаем, почему социальный работник Диана Котенко перечитывает Заир Паула Каэлья. Диана, спасибо, что пришли. Спасибо вам большое за приглашение. Сколько раз вы перечитали Заир? Ну, можно сказать, три. То есть, прочли всего? Прочли, да. Вот последний раз когда? Последний раз, ну, буквально неделю назад. Вот, и что побудило вас? Ну, третий раз это уже более выборочно, то есть, для того, чтобы осмыслить некоторые вещи. Вот что именно вы хотели уточнить? Знаете, ну, обычно книги выворачивают нас наизнанку и показывают нам то, что есть внутри нас, и помогают нам найти себя. И это отголосок наших душевных где-то переживаний, какого-то пути, который мы проходим. Поэтому каждый человек находит свою книжку какую-то, которая делает его лучше, делает его светлее и делает его, наверное, сильнее. То есть, получается так, вы думали о каком-то вопросе или проблеме, и потом подумали, а почему бы мне не посмотреть, как Коэлья интерпретирует этот вопрос или нет? Нет, просто я перечитывала его книги, мне очень нравится ход его мыслей, хотя критики его воспринимают по-разному. То есть, он очень, как бы, он популярный. Если учесть тот факт, что книги Коэлья, они переведены более чем, ну, может быть, не более, но на 67 языков и выпущены тиражом где-то 300 миллионов экземпляров, я думаю, что он знает что-то. Есть то, что читатель находит и получает ответы на какие-то вопросы свои. Да, но мы сейчас говорим о личном вашем опыте, да. Вы мне скажете, что вы искали у Коэлья, вот в третий раз? Это был Рубикон, который я прошла, и, ну, знаете, как в осенних листьях. Была мечта, которая оставалась в моем сердце, и прича именно вот Заир откопала в листьях. Поэтому каждый раз, когда я перечитываю, я смотрю, ну, наверное, на каком, не теряю ли я то, что я нахожу. Не упускаю я из фокуса вот важные моменты, которые действительно зацепили меня в этой книге. Какие? Ну, возьмем хотя бы сначала, это то, что каждый человек должен быть свободным, потому что наш мир, он сегодня, ну, мягко говоря, навязывает нам какое-то мнение, и среди всех голосов, которые мы слышим, очень трудно найти себя. И люди привыкают ходить в масках, люди привыкают пользоваться чужими мнениями, люди привыкают пользоваться чужими репликами, и это очень трудно, ну, мешает им найти свой путь. И вот в этой книге Заир, это, ну, это, наверное, он о себе писал, не, наверное, а точно, поэтому, как бы, это его путь был. И он нашел себя, свое предназначение. Это было, для меня это было тот момент, когда я искала, наверное, свое предназначение. И существились мои мечты. И просто я в тот момент, когда перечитывала эту книгу, была более решительная. То есть, какие-то вопросы, я получала ответы на свои вопросы, они становились ясными. То есть, уходилась эта туманность. Семь 004900, это информация для зрителей. Робинзона можно присоединиться к разговору. Во второй части программы общая длительность 30 минут. Вторые 15 минут мы посвятим вашим звонкам. Семь 004900. Какие книги мы перечитываем? Сегодня говорим о повести. Это повести или роман? Ну, это, наверное, роман. 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 Роман Заир, знаменитого Паула Каэлья. А у меня вопросы к Диане Котенко. Я так и не услышал конкретно. Вы сказали «Свобода», это звучит очень общо. Тогда зайдем с другой стороны. О чем вообще книжка за это? Ну, она о любви. Но о любви, которая делает человека свободным. О настоящей любви, я бы даже сказала. Потому что, знаете, как Достоевский говорил, мы не можем любить то, чего мы не знаем. Поэтому каждый имеет представление о любви. Но я думаю, что лишь единицы, которые достигают ее. То есть это стиль жизни. Поэтому... А вот в двух словах, на пальцах, как принято говорить, это история того, как девушка влюбляется в парня или наоборот? Нет, это история семейной жизни, где мужчина, муж с женой, прожив 10 лет, они теряют самое главное. Они перестают общаться. Они перестают находить в общении действительно вот эту радость. И жена уходит, оставляя его в размышлениях. И этот образ, который она оставила после себя, вот Заир, то есть это то, что мысль, которую занимает потом все твои... Заир это что? Это Илья? Это образ. Заир это как бы такой из мусульманского, по-моему. Это образ, который занимает твои мысли все больше и больше, и потом вытесняет все и становится, знаете, такой, может даже сказать, болью. То есть это либо сводит даже к сумасшествию, либо к рассветвлению. Ну, можно сказать, да, идея фикс. Ну, в конкретном случае для него была. То есть человек попадает в рабство? Да. К идее? Да. И в данном случае попал кто? Муж? Муж, да, мужчина. И чем заканчивается история? Женщина возвращается? Заканчивается история тем, что человек, который хочет любить другого человека, он должен вначале полюбить себя. Он находит себя, он раскрывает, борется со своими страхами, и в том случае его любовь освобождает, и он находит, конечно, свою жену. Там первый раз, когда перечитывала, знаете, когда у тебя есть какие-то клише, у тебя есть какие-то, какое-то мнение даже. Стереотипы? Стереотипы, да. Где-то даже было в какой-то мере осуждало, что ли. А второй раз, когда перечитываешь, то видишь уже главные моменты. Осуждали кого? Поступки, наверное, осуждал. Ну, как так можно? Вроде бы муж, жена, они изменяют друг другу. Все это как-то так странно. Все это так, она, ну, действительно, как-то вот... Я так понимаю, сначала она изменила, а потом он или нет? Ну, они жили, вот, знаете, как сейчас принято и модно в свободных отношениях. Ну, тем не менее, они нашли... Это был путь, и они нашли эту любовь. То есть, я думаю, что они дошли до верности. Дальше нет продолжения. Для того, чтобы объединиться, они сначала сильно разъединились, да? Да, они разошлись. Разошлись каждый на свой полюс какой-то. Да, жена оставила его. Но, знаете, тут еще интересная такая мысль, что многие женщины, они хотят... Ну, вот, как я говорила, и, наверное, повторюсь, мы где-то потребители, и мы хотим уже получить готовое. Но в самом начале рассказывалось то, что она заставила, у него была мечта стать писателем. И она заставляла и выталкивала его на этот путь. Хотя ему было комфортно в каком-то своем гнезде. Он писал стихи к песням, и ему было это достаточно. Но она его заставила стать писателем. То есть она его вытолкнула на этот путь, и он получал удовольствие от этого. И после того, как он, знаете, вот, заработался, он начал терять это общение. Она решила отойти для того, чтобы он понял, что важно для него. То есть что делает его счастливым. И когда получая... То есть он стал известным писателем, и своей известности на пике своей, можно сказать, то есть у него было все. Он понял, что самое главное и то, что ему нужно в жизни, это его жена. Диана, ну, я немножко растерян. Получается, главный герой мужчина. Да, главный герой. А женщина. Почему тогда эта книга заставила вас столько думать и снова к ней возвращаться? Это ведь мужская история больше, да, чем женская? Ну, я бы не сказала. Если будет читать ее мужчина, она идет свои какие-то выводы, сделает. Если будет это читать женщина, она тоже свои выводы сделает. Ну, вот из того, о чем вы рассказали, вот такая история семейной жизни, своеобразной семейной жизни, свободные отношения. Да, своеобразная. Вот что для вас было близко, как тоже для семейного человека и для женщины вот в этой истории? Что? Знаете, каждая женщина должна войти в свое призвание. Просто у нас не так принято сейчас и не так, можно сказать, модно, что ли, быть просто мамой, быть просто женой. Я посвятила свою жизнь, однажды решив там, даже не решив, а отказавшись от карьеры, от всего, я посвятила свою жизнь быть матерью и быть женой. И поэтому это произведение мне очень понравилось, потому что женщины бывают разные. И вот можно сказать, вы знаете, про Тадж-Махал, допустим, что муж строил гробницу своей жены 17 лет после ее смерти. То есть представьте, насколько женщина смогла любить мужчину, насколько она смогла, ну, я сказала, не знаю, посвятить ему себя, чтобы после ее смерти, 17 лет, думая о ней, он строил вот такое вот архитектурное произведение, я бы сказала даже, любви своей. Поэтому это важно, это для каждой женщины. своего рода пожертвовала собой, да? А любовь без жертвы не бывает. Да, что посеешь, что пожнешь. Ну, получается, о том, что вы рассказали, вы тоже принесли своеобразную жертву, да? Да. Отказавшись от карьеры. Ну, каждый выбирает, что приоритетнее для него. А карьера какой могла быть? Что это было? Что за выбор был? Ну, скажем, я хотела там быть бухгалтером, хотела быть экономистом, хотела что-то зарабатывать таким, знаете, как сейчас модно, бизнесвумен. Но я поняла, что я по натуре альтруист. Я отдам, но не продам, я не умею продавать. То есть мне хотелось быть как все. Но, тем не менее, я остановилась. Успешно, ярко. Да, успешно, ярко. Ну, это же классно. То есть это же настолько престижно. Каждая женщина должна построить сегодня в нашем мире карьеру. Как это женщина без карьеры? Мне... Просто я сталкивалась с женщинами, которыми были просто мамами, особенно многодетными мамами. Я видела боль, печаль, какую-то... Растерянность. Да, какое-то разочарование. Да, что они просто жены, они просто материалы. Поэтому я как бы сделала вызов. Да, я сделала вызов себе, что неужели быть просто мамой и женой это настолько скучно и настолько неинтересно. И я нашла свой путь. Это был Рубикон. Это был действительно тот момент, когда... Сколько лет назад было? В 2008 году. Вот, когда я прочла первый раз эту книгу. И моя жизнь, ну, стала действительно меняться. То есть, я так понимаю, что в тот момент, когда вы в первый раз прочли книгу, у вас были сомнения, правильно ли я делаю? Даже не сомнения. Это было уже решение. И как раз под это решение... Книга подтвердила. То есть, я нашла отголоски своих мыслей, поэтому это даже, знаете, какой-то сформировало для себя какой-то план, создало дальнейших действий, которые... Да, то есть, перекличка между тем, о чем... Какие мысли заложил писатель и тем, что происходило в вашей жизни. Да. Это было созвучно. Это было созвучно. Эта книга действительно смогла выложить, даже не выложить, выкроить из меня то, что уже, как бы, было выкроено внутри. То есть, я уже сшивала это, можно сказать. Ну, когда я вас спрашивал, о чем книга, я имел в виду не тему, не фабулу, о которой мы тоже поговорили. Я имел в виду идею, или, как сейчас можно говорить, месседж, что утверждает Каэлья, что он говорит, как это звучит. Знаете, вот... Что надо делать или чего не надо делать? Что хорошо, а что плохо. Ну, так, может, это немножко вульгарно, но, тем не менее, хорошо бы это вычленить. Я не буду этого делать. Почему? Потому что каждый читатель должен из этой книги... Это будет ваша субъективная версия. Да, это будет мой субъективная версия. Для меня это любовь, которая... Ну, вот что для меня? Любовь, которая делает человека свободным, но при этом, когда человек жертвует и посвящает себя полностью без остатку, вот только в том случае он становится свободным. Это где-то, ну, может быть, не сходится... Как-то противоречиво. Противоречиво. Противоречиво, да. Но на самом деле в этом очень глубокая мысль. Поэтому нужно перечитать просто, для того, чтобы понять, что я сейчас говорю. Ну, я попытаюсь резюмировать. Любовь невозможна без жертвы, настоящая любовь. Да, да, да. И мы избегаем страданий, но, тем не менее, знаете, крылья на ветру сильнее. И мы боимся боли. Не бойтесь рисковать. Да, не бойтесь рисковать. Потому что нужно любить. Это созидающая сила. Любовь, она... Это движение. Вот он говорит, тут есть такой момент, он говорит о примирителе, то есть о силе, которая заставляет человека останавливаться на своем пути, то есть быть кем-то, но не собой. Но настоящая любовь, она раскрывает человека, она раскрывает его личность, она раскрывает его подлинность. Настоящая любовь, она помогает развиваться, она помогает быть самодостаточным, и настоящая любовь, она исцеляет раны, которые, знаете, наносятся жизненными... У меня такое впечатление, что вы просто цитируете Каэлья. Вот он так же говорит очень серьезно, пафосно. Такое впечатление, что начинают звучать фамфары, и ты должен встать. Потому что сидеть или лежать, слушая такой текст, такой серьезный, красивый, это будет просто свинство. Ну, чувствуется, что вы три раза прочли. А я еще не уточнил, сколько другие книги вы Каэлья прочли? Ну, или их не так много? Ну, это где-то семь произведений, которые я прочла. Ну, они, знаете, даже... Вас пора спасать или нет от Каэлья? Нет. Это мне просто интересно, но тем не менее я люблю, допустим, мне очень нравится Эрих Мариера Марк, мне очень нравится. Мне очень нравится Гюго Отверженный. Мне нравится Чернышевского «Что делать?». Там тоже вопрос такой вот семейных отношений переплетается. Я ищу, знаете, ищу и нахожу то, что важно для меня. И для того, чтобы иметь свое мнение, нужно послушать... Знаете, как говорят? Не надо создавать велосипед, нужно сесть и поехать. Поэтому книги, они помогают нам найти себя, понять себя, да, что важно. И насколько это будет... Даже более того, насколько это будет практично в твоей жизни. Да, звучит. Потому что можно читать и, знаете, быть, ну, как бы глубоким, там, размышлять, но в жизни твоей ничего не будет меняться, ничего не будет преобраз... Ну, не будет преобразования в твоей жизни. Твоя книжка, ту, которую ты можешь перечитать, она действительно что-то меняет в твоей жизни. Люди вокруг тебя становятся счастливее, они начинают улыбаться, они видят... Знаете, когда ты счастливый и когда ты светлый человек, ты несешь в себе свет. Ну, а без любви этого невозможно сделать. Знаете, вот я бы даже процитировала Библию, которая мне тоже очень нравится. Там написано, что если даже отдам тело свое насажение, но не буду иметь любви, нет мне в том никакой пользы. Мы можем говорить о любви к народу, мы можем любить о любви, говорить о любви, там, к разным вещам, но не имея практики любви, не имея вот это чувство, которое тебя взрывает изнутри, это все пафос. Это все иллюзия такая вот, маска, за которой мы прячемся и что делает нас неудовлетворенными и разочарованными. Это приводит к многим печальным последствиям. Сегодня люди озлобленные и озабоченные, разочарованные от того, что, ну, вот если вы найдете... Все говорят о любви, но если копнуть глубже, каждый хочет ее найти, но не каждый ее находит. Не каждый готов давать, да? Не каждый. Ну, это, знаете, у любви есть свой путь развития. И прежде всего, вот почему я говорю, как бы хочу остановиться на том, чтобы читать книги, они помогают нам мыслить, они помогают нам высказывать свое мнение, находить свое мнение и общаться. Это практика диалога. Сегодня мы теряем эту практику диалога, мы теряем вот это искусство общения. А если мы не умеем общаться, нам трудно понимать друг друга. И то, что происходит, ну, давайте так, сузим. То, что происходит в семьях. Мужья перестают понимать своих жен, жены перестают понимать своих мужей. Что думают по этому поводу зрителей Робинзона? 7-00-49-00. Можно присоединиться к разговору. Ваши впечатления от услышанного. Может, вы тоже читали Заир Паула Каэлья. Согласны с мнением моей гости Дианы Котенко. Или у вас какие-то были другие впечатления от прочитанного. 7-00-49-00. Можно отреагировать скромнее. Можно не звонить. Можно на сайте Робинзон ТВ в нашем чате высказаться о том, что вы думаете по поводу услышанного. Напомню, сегодня мы говорим о книгах, которые мы перечитываем. И если конкретнее, говорим о романе Заир Паула Каэлья. Итак, 7-00-49-00 для самых смелых или чат на сайте Робинзон ТВ для остальных. Как эта книга повлияла? У меня есть такой вопрос. Что она помогла понять? Вы уже об этом сказали. И актуальность произведения. Тоже еще один вопрос. Это мы тоже с вами прошли. Вот о типажах хотел поговорить. Насколько они психологически достоверные? Вот этот мужчина, эта женщина вы подобных людей встречали в жизни? Я думаю, что тут типаж как такой вот можно назвать их ассорти. Каждый может найти себя в этом. Он очень колоритный типаж. Что женский, если брать женский, как и мужской? Женщина, наверное, сильная, жесткая. Не жесткая. Потому что женщина, которая способна бросить мужчину уйти, для этого нужен характер. Или нет? Но она может быть сумасбродной. Она может быть это сделать, провоцируя мужчину на что-то. А он вдруг бах и не побежал следом. Такое тоже может быть. Может быть, конечно. Так вот, если так опять на пальцах, что это за типаж? Насколько он распространенный в нашей отечественной действительности? Вы таких женщин видели? Я думаю, что каждая хотела бы быть такой. Но не каждая... Да. Женщина стерва, может быть? Да не стерва. Вы прямо выбираете такие слова, которые режут где-то ухо. Нет, не стерва. Женщины, которые молодые мечтают быть сервами. Они считают, что это тренд сегодняшний. Женщин, я не согласна с этим словом. Я не хочу его использовать. Я хочу сказать женщины искренне. Не бояться высказать то, что ты думаешь, и не бояться идти к своим первостепенной важности, к своему решению. То есть, у нее была цель, и она шла к этой цели. Она хотела, чтобы ее муж, знаете, в его сердце было место для нее. И она этого добилась. То есть, она целеустремленная. Она принимает решения, и потом эти решения реализуют. Как бы не было страшно, и как бы не было... То, чего всем людям хотелось бы, и то, что часто бывает очень сложно реализовать. Да. Легче манипулировать, легче, знаете, как бы отказываться, прятаться, быть кем-то, плакать в подушку, знаете, и быть неудовлетворенным. Тут вызов даже, вот как бы, вы говорите, типаж. Это, если бы я сказала революционный типаж, я бы, наверное, А может быть, это тот типаж, о котором вы раньше мечтали, бизнесвумен? Ведь это женщины, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно брать на себя ответственность, нужно принимать решение, потом следовать этому решению. Так ведь? Нет. Я не хотела быть бизнесом. Я просто боялась быть, ну как, боялась быть собой. И среди мнений, там, допустим, подруг, среди мнений, я примеряла это на себя, но я чувствовала себя неуверенно. Это был вариант версии. То есть ты можешь быть. Вы стали себя. Да, вопрос, а кем я хочу быть? Потому что вы хотели понять, что заложено от меня, опять высокопарно выражаясь, пускай, природой, и какие у меня есть способности, таланты. Вот для этого, для того, чтобы заниматься бизнесом, допустим, нужны одни качества. Есть ли они у меня? Ну, это такая аудит, собственно, понять, чего же я хочу на самом деле. Вот. И потом прислушаться к себе и это выразить, выбрав там себе профессию, выбрав дело, решив, сколько будет детей, сколько времени я уделяю семье и так далее. Вот. То есть эта героиня, она с вами не имеет общие, но вы таких женщин видели жизнь, да? Встречала. Я имел в виду, что среди бизнес-вумен, может быть, такие чаще встречаются. Тут как раз вот есть, понимаете, есть граница между бизнес-вумен, женщиной, которая делает карьеру и женщиной, которая посвящает себя полностью как бы семье. То есть женщина, которая находит себя и которая учится и которая любит, она способна потом сделать карьеру. Вот что я хотела сказать. То есть она должна внутри иметь стержень, быть счастливой вначале, чтобы, знаете, когда у человека, можно сейчас я доскажу, когда у человека внутри есть вакуум, что бы ты ни делал, все извне, оно давит на тебя, и этот вакуум, знаете, приничняет боль. А когда ты целостный внутри, когда у тебя есть какие-то вот моменты, которые делают тебя счастливым, то есть ты уже можешь влиять, ты уже... Ну, я понял, что книга повлияла таким образом, она убедила вас, что вы на правильном пути, а что-то новое для себя вы так и не открыли, да? Вот что-то такое вот, вы чего-то не знали, или вы думали иначе, чтобы книга сказала, да нет, Диана, все вот так. Ну, я специально утрирую. Да, я поняла. Вот такие кардинальные еще влияния, вот, они не обязательно должны быть, и вообще они противоречат жизненной правде, потому что искусство, литература, они действуют более опосредованно, и искать какие-то прямые связи, это... Ну, это я за вас отвечаю, но вы со мной согласны, да? Что книга, может, как-то и подействовала, только это понять, ну, нужно, может быть, подождав... Давайте так, я скажу, что книга помогает мне идти путь, находить путь, и определение тому, что я хочу понять, это любовь. То есть это всего лишь путь, это не то, что я делаю за главным, это путь, к чему я иду. Научиться любить. Вы так часто говорите про любовь, научиться любить, что уже можно и задуматься, а знаю ли я, или зритель подумает, знаю ли я действительно, что такое любовь, потому что все гораздо сложнее, чем до этого. чем до этого я думал. Вот как отличить, любовь или нелюбовь? У вас есть такой критерий. Есть? Я думаю, что по плодам человека можно узнать. Человек счастливый, он умеет любить. Человек, который не находит удовольствия и не счастлив, где бы он ни находил, чем бы он ни занимался, то есть он лишен этого чувства. Я не говорю о влюбленности, я говорю о любви. Тут многие... Я правильно понял, что делают отношения с человеком? Как его жизнь меняется, да? Да, да. Любовь делает человека самодостаточным и целостным. А если он страдает? Нас же приучили к тому, что любовь без страданий не бывает? Не бывает. Ну? Но тогда она делает его сильнее. Это очень колоритное чувство, и это очень многогранное. Поэтому я с 2001 года я ищу определение этому. И к чему конкретно эта книга? У меня была мечта стать писателем. И прочитав эту книгу, я начала писать свою... Ничего себе. Да. Путь настоящей любви. Это название? Да, это название. Или, как говорят, это название... Ну, это такое вот, как бы, скажем так, название, ну, как бы суть. Да, да. Поэтому это то, что я по крупицам собираю для того, чтобы каждый человек мог... Если с каждого спросить, что такое любовь, каждый ответит на этот вопрос. Но, знаете... Но не факт еще. Да, не факт. Это же слишком такой вопрос глобальный. Если спросить, а ты любишь, ну, вот, а ты переживаешь ее, то, я думаю, не каждый ответит положительно. Есть путь у любви, и она развивается, я вам скажу, с младенчества развивается. У него есть путь, поэтому... Это такая очень глубокая тема, интересная, поэтому... У него у кого? У любви, извините. У нее есть путь. Я думал, у Каэли. Не-не-не. И Каэли, он раскрывает вот эти части этой пути, это преобразование человека. То есть, вы знаете, человек-жених... Ну, вот, если брать жених и невеста, у них одна любовь в просвете, весна, да? Когда они заключают союз в браке, у них второй период, вторая фаза. Когда рождается ребенок в семье, это другая фаза. И потом, когда твои дети начинают искать и находить, и находиться в этой весне, то есть, это уже четвертая фаза. То есть, цикличность у любви. Поэтому, как бы, я перечитываю эту книжку. Интересно. Советую. Спасибо. Но, что касается рекомендаций для зрителей Робинзона, им стоит читать любую книгу Каэлья, или, в том числе, Изаир, или нужно начинать с чего-то более такого легкого, популярного? Я бы сказала, Павло Каэлья пишет очень легко, очень доступно. Поэтому пусть каждый найдет свою книжку. Он просто заставляет задуматься. Это пища для размышления. Это не то, что дает тебе что-то взамен. Это вскрывает то, что в тебе есть. Поэтому каждый человек, который задумывается, счастлив ли я, хочу я любить, умею ли я любить, любим ли я, ну, я советую перечитать эту книжку. Есть очень интересные мысли, которые заставят задуматься и, может быть, даже улучшить качество своей жизни. И в заключении небольшая ложечка дегтя. Что касается Каэлья, то есть такое мнение, что он пишет прозу такого же уровня, как у нас пишут, скажем, условно, Маринина, например. Есть такое мнение. Да, это проза не очень высокого качества. Она избыточно избыточно морализирует. И, в общем, все его книги похожи друг на друга. Одна на другую. Хорошо. Есть много книг, которые ты прочитаешь и забываешь, но есть книги, которые меняют твою жизнь. И я думаю, что тираж 300 миллионов говорит о чем-то. Поэтому мы можем иметь свое мнение субъективное, но есть факты. Спасибо еще раз за подробные ответы. Диана Котенко объяснила, почему она перечитывает Заир Паула Каэлья. На следующей неделе продолжим эту рубрику, цикл разговоров о тех книгах, которые на нас влияют. И влияют настолько сильно, что мы к ним возвращаемся два, то и три раза. Ну, а сегодня в 17.30, как обычно, тема дня. Дождитесь. Продолжение следует...